Если услышать фразу «Опустил руки в ртуть», в голове воспроизводится картинка из фильмов ужасов. Обглоданные кости, реки крови и много боли. Это и не странно. Ещё с раннего детства нам запрещали приближаться к термометру, потому что там ртуть. Единственный в мире металл, который находится в жидком состоянии. Серебристо-белые тона этого благородного металла поистине завораживают. На самом деле, окунув руки в ртуть, сразу ничего не произойдёт. Учитывая, что она намного тяжелее воды, погружая руки, придётся приложить немного больше усилий по сравнению обычного умывания. В некоторый момент под видом металлического отблеска захочется поймать или удержать в руке частицы. Но это окажется невозможным. При длительном заигрывании со столь необыкновенной жидкостью можно получить незначительные ожоги. Кожа утратит свой привычный цвет. Есть вероятность, что даже покрытие незнатными рубцами. Но к трагическому концу это не приведёт. Не сразу после такого странного купания. С чего такая уверенность? Да начать можно даже с такого факта, что ртуть используют во многих сферах потребления и даже в медицине и косметологии. Это можно воспринять трудно, но даже производство мыла не обходится без использования ртути. Уже потом, при чрезмерном ощущении сухости или даже аллергической реакции кожи, люди кивают на мыло. Опасность ртути оказывается в ином. Этот металл очень токсичен. При комнатной температуре, которую все стараются поддерживать, плюс 18 градусов, ртуть очень быстро испаряется. При попадании в человеческий организм дыхательным путём из лёгких попадает в кровь, а уже оттуда разносится по всем внутренним органам. А это чревато уже большими проблемами. В первую очередь, дыхательные пути сильно воспалятся. Будет тяжело дышать, как следствие дыхательная недостаточность. Центральная нервная система также становится мишенью для выпоров ртути. Человек становится чрезмерно импульсивен, вспыльчив. Дрожь в руках, головные боли, постоянная бессонница. Если вовремя не помочь, последствия могут быть печальными для человека. В любом случае, в ситуациях с ртутью лучше не проявлять самодеятельность и вызвать специальные службы помощи.